Всем привет! Это снова мы, бородатая Германия! Мы жарим рыбу! Снимаешь? Да! Всем здорова! Сегодня последний день зимы. Погода шепчет. Юрик готовит обед. Решили сегодня посидеть на улице, так тепло. Пожарить рыбку, сейчас делаем овощи. И сегодня у нас обед на улице. Да. Тут у меня окушок. Сейчас с соседей угостим. Они нас угостили вчера. Хотели вырезку такую классную. Сальцо. Покушали. Сегодня позавтракал так. Теперь делаю ответки небольшие сразу. Это последняя рыба с прошлого сезона, которая была у меня в морозилке. Теперь новый сезон начался. Пора бы уже выезжать на рыбалку. Прислали мне письмо с нашего клуба рыболовов, который в Германии. Вы же знаете, кто в Голландии в этом году. Что в Голландию ездить. Не думал, чтобы не было соблазна здесь не платить. Иначе буду сюда ездить, а в Голландию не поеду. Но все-таки не прислали. Надо байтракс гибюры заплатить годовые. То есть годовой взнос. Я думаю, если годовой взнос 40 евро буду оплачивать, ладно, я возьму и карту на здешние водоемы. Так что оплатил, скоро придут. Также и здесь будем рыбачить. У вас может сложиться впечатление, что Юрик только находится возле плиты. Но это просто один из самых счастливых моментов, когда человек кушает и доставляет себе удовольствие. Наталья хочет в духовке приготовить овощи сегодня тоже. Ну, ничего. Вкусно и полезно, видишь? Да. С огненьким рыбаком с овощами. Жаль, у нас нет павильона. Павильон же наш улетел. Достал я свою горелку. Последний раз пользовался, когда ездили к Вальдемарке на дачу. Она у меня вся в масле. На ней мы тоже там готовили чуть-чуть. Ну, Наталья хочет в духовке сделать. А я вот соседям пойду отнесу. Смотрите, как Юрик прикольно одет. Глава в шлепках. Без носков. Но в тулупе. У тебя уже было в одном видео, как-то тебе кто-то писал, Юрик в куртке, но без носков. Но прикол в том, что у меня ноги никогда не мерзут. Я могу так спокойно двигаться, хоть босиком. Верх надо всегда одевать. Последние остатки, совсем чуть-чуть у меня было в морозилке. Многие люди спрашивают в комментариях, как и где можно в Германии жарить шашлыки и все такое. Или многие даже живущие здесь, ой, нам негде пожарить шашлык. Что за бред? Земля большая, места много. Выходите, дожарьте. Если вы боитесь возле квартиры пожарить, выходите, угостите всех. И вам никто ничего не скажет. Жарьте спокойно, себе в удовольствие. Мы жили 16 лет в квартире. И постоянно я каждые выходные спокойненько жарил везде. И прохожие, и всех я угощал даже. Просто не надо быть скупым и жадным как-то. Даже не знаю, как выразиться. Жаришь, проходит человек, посмотрел в твою сторону, улыбнулся. Пожалуйста, угости его тоже. Я сейчас иду где-нибудь закупаться. Ко мне подходят бабушки и говорят, ой, вы переехали. Я потому что их угощал постоянно шашлыками. Даже на инвалидных колясках катаются. И помнят меня, что я там жил и спрашивал в деревном месте. Многие говорят, вот у нас там нельзя жарить, там нельзя. Приехал я в город Вессен до своих друзей. Я говорю, что шашлыки будем делать, мясо все есть. Ой, негде у нас. Я говорю, да вот же у вас поляна за домом. Почему нет? Ну все будут смотреть. Да пусть смотрят, пусть смотрят и завидуют. Кто им не дает? Пусть тоже выходят жарят. Я слова не скажу. Вышли, пожарили спокойно. В чем проблема, если вам сделают замечание, скажут, что пожарить нельзя, собрал свои вещи, ушел в другое место. Я не вижу никакого в этом проблемы. А вообще, если разобраться, собаки ходят везде, гадят. Многие за этим не убирают. Тем более сейчас после снега, прям на тротуаре везде, все грязь. А вы стоите, просто какой-то шашлык не можете пожарить. Да бред какой-то. Жарьте в себе в удовольствие везде. Как я всегда и говорю, только не оставляйте мусор после себя. Солить. Посолила, поперчу теперь. Сейчас немножко маслица добавим. Взять в духовку. Чуть-чуть масла дай вот так. Можешь потом просто перемешать и в разнобой пожарить. Сейчас перчатку одену в кухню уже. Иной раз смотришь и удивляешься, что люди не могут себя вести при обычной стандартной обстановке. Не знают, что им делать. Просто в любой обстановке, в любой ситуации оставайся человеком. И все. И все будет пучком. Не надо заострять внимание на всякие мелочи. Вот один человек пишет, по-моему, из стран СНГ откуда-то. На каком расстоянии, сколько сантиметров вас можно жарить на природе. Удивляют те люди, которые не живущие в Германии, например. Которые интересуются такими мелочами. На какой высоте можно шашлык жарить. Сколько сантиметров должен быть мангал. И все такое. Я живу здесь, об этом вообще не парюсь. Я вот как любитель природы. Так как я состою в рыболовном клубе. У нас там вообще ограничения большие. Там то нельзя, там это нельзя. В Германии много чего нельзя. Но правила созданы для того, чтобы их нарушать. Так же, как и палатки. Нельзя с дном использовать на рыбалке. Ну и что вы думаете, все рыбаки следуют этому что ли? Приколов много, от чего нельзя. Так же нарушают. Правила созданы для того, чтобы их нарушать. Вот я пришел, хочу остаться с ночевкой. Идет дождь, ливень там. У меня нет дна. Тараканы всякие ползут ко мне под это. Зачем мне? Поставил, попользовался, потом снял ее. Или же вы приедете с детьми на рыбалку. Останетесь с ночевкой. И что, на голую землю положите детей? Матрасы? Тоже нереально. Надо обязательно, чтобы дно было. Пришлось немного встать вплотную к стенке. Здесь крыша. Теперь павильона, как я и сказал, нет. И солнце светит сильно. У меня нет темных очков. Поэтому приходится скрываться, как вампиру в темноте. Так же заинтересовал меня один комментарий. Я, конечно же, на него ответил. Человек пишет под последнее видео. Вот вы заехали на Бугор. Там сделали колею. Вернитесь и заровняйте ее. Чтобы доказать свою порядочность. По-моему, так. Человек, ты в своем уме? Ты кто такой, чтобы я доказывал тебе свою порядочность? Я живу так, как я хочу. И делаю то, что я хочу. Если там можно, значит можно. Значит, я еду. Удивляют такие люди, которые просто ищут изъяны. Вот именно, что ты сделал где-то и не так. Они хотят вместе с тобой порадоваться, что ты отдыхаешь, что ты что-то приготовил, что-то полезное сказал. Нет, надо найти и докопаться. Таким вот придирчивым людям очень наверняка тяжело в жизни. Я представляю. Они идут так по улице, смотрят. Запаркована машина. Тут линия. Тут. Он на 10 сантиметров вперед. Ага. Будет стоять, смотреть, фотографировать, ждать, пока придет. Скажет. Нет, ты назад отъедет немножко. Потом идет дальше. Снег выпал. Так. Тут этот не посыпал солью. Надо позвонить, зайти, сказать. Ты что тут? Солью-то не посыпал. Надо быть, люди, высшие обстоятельства. Жить налегке. И не заострять внимание на всякой мелочи. Глубоко уверен, что такие люди обязательно пройдут мимо, где действительно нужна к человеку помощь. А на мелочи будут внимание заострять. Так, Наталья, между делом, делает цацики нам, к рыбке. К овощам. Я думаю, что с грибочками нам же вкусно. Чего тебе нужен? Кварк? Это что такое? Творог, да? Творог, да. Берем творог. Туда выжимаем чеснок, соль, перчик. И все взбиваем миксером. И потом режем огурчики и туда добавляем, перемешиваем. Все. Легко и быстро. Пока ты делаешь, я тебе зачитаю один комментарий тут, люди написали, под домом, когда вот мы, сколько стоит аренда нашего дома. Пишет, дом шикарный, но таких свиней, как вы, туда пускать нельзя. Нифига себе. Почему? Пускать нельзя было. Еще и не всю мебель привезли, а уже столько нагадили по всему дому. Содранные углы, разрисованные стены. Поняла? Да. Я иногда поражаюсь таким вот комментатором, а некоторые хотят, чтобы мы еще доказывали какую-то порядочность. Ну вот и все, ребята. Цицики почти готовые. Да, режем огурцы соломкой. И будет отлично к рыбе. Что, ведьму мезать или хватит? Хватит, много не надо. Это же не салат. Так, я уже немного не выдержал. И достал свой рыболовный зонт, как раз вот здесь сзади меня стоял. Вот, закрылись от солнца. Потому что невозможно, щуришься. Вот такие у нас проводы зимы, ребята. Да, сегодня празднуем проводы зимы. И отвечаем на комментарии. Вот такой вот у нас незамысловатый обед по проводам зимы. Детей мы уже покормили, они такое не хотят кушать. Они кое-что другое поели. У нас чесночок, смотрите. Да, чесночок я еще добавила. Остальное вы видели. Рыбка, цацику сделали. И немного зелени. Лепешка с сыром по-быстрому. Кстати, хочу вам, ребята, порекомендовать такой быстрый очень рецепт. И очень вкусный. Если гости на пороге, неожиданно раз и к чаю подойдет, и так на обед подойдет. Да, Юрик? Да, да. Сейчас покажем. Пошел, взял в первые попавшиеся очки. Многие пишут, Юрий, тебе очки эти не идут, тебе те не идут. Да мне разницы нет, как они мне идут. Мне самое главное, чтобы не щуриться. До этого я стоял, прятался, то под козырек, и даже вот зон поставил, и то сидишь, через него пробивает. Вот эта вот клюенка еще отсвечивает сильно. И вообще невозможно было. А сейчас, видите, я делал, отлично сижу и с вами общаюсь. Вчера с дочками я поехал в город Мюнстер, а Наталья с этим временем с Борей пошла на спорт. Так, меня удивило, сколько там народу на улице много. Двигаются, у нас даже такого не наблюдается. Молодежи, ну, во-первых, это и город студентов, там очень много, кто учится. Везде очереди стоят. На улице просто, я не знаю, как будто на выборы пришли. Народ стоит за едой. И если бы не эти мелкие ограничения, то, что сейчас есть, и было бы все открыто, то было бы все нормально. Как вот в Мюнстере я вчера посмотрел, просто как будто поехал в другую страну, хотя город от меня 35 километров. Так, друзья, смотрите, что Наталья делает. Как ты эту пиццу называешь? Пицца по-грузински. Пицца по-грузински. Масло чуть-чуть растопилось, и ложим первый слой в репешку. Лаваш ложит. Масло какое? Обычное. Сливочное. Сливочное масло. И сыр нарезала. В нашем случае это сыр кашковал, вот он лежит. Можно сулугуни, вот такие виды сыров подходят. Просто укладывать сковородочку на небольшом огне. Кстати, огонь уменьши, Юрик, прям на маленький. Давай. Вот таким образом все уложили. Теперь накрываем второй лепешкой. И все? Все. Чуть-чуть жарим, переворачиваем. Ну вот и все, пицца готова. Легко и просто. Смотрите. Очень вкусно. Подойдет, как я уже сказала, и к чаю, и так, может с супчиком каким-то поесть. Сочно, мощно. Красота. Очень вкусно. Легко и просто. Готовится минута, ребята, вот правда. Я еще и чай поставил, сейчас заварю. Хорошо вот на улице посидеть. Сейчас посидим. Я уберу посуду и я стартую на спорт. А ты монтирую видео. Пора начинать кушать. Живите в свое удовольствие. И чем проще, тем лучше. И так, как вам нравится. Не живите по каким-то скрепам, по каким-то шаблонам. То одеться надо так, жить нужно так. Да каждый пусть делает так, как ему нравится и как ему хочется. Самое главное, чтобы было все в рамках закона. Так же, Наталья? Так же. Чего молчишь, ничего не скажешь? Так же, я тоже не люблю, когда жизнь это мучает. Каждый живет так, как он знает сам. Ну, у меня просто вот этот комментарий от человека, что я ему должен доказать свою добропорядочность. Или как там, ну, короче. У меня не канал этикета. Я просто показываю свою жизнь, свое окружение, как я живу. И не говорю, что так же нужно жить. Нет. Просто я говорю, как нам нужно жить расслабленно. Просто насчет канала я могу добавить, что там, ребята, правда, все люди паркуются, все заезжают. Это можно, сам этот Баур это разрешает. А где внизу, многие там писали, советовали встать, там встать было невозможно. Там до такой степени была эта грязь вся перемешанная. Машины стояли, места не было. Неужели мы должны были там по этой грязи скакать? И мы поехали туда, куда надо. Да. О, здорово жить надо. Легко и просто. Хорошо пообедали. После словия. Удивляясь людской педантичности, которую пытаются найти. Вот я говорю, маленькие изъяны. Вот я живу налегке вообще. Просто вот прошел дождик. Пыль. Вот люди не порадуются там, какого-то рецепта, что мы покушали. Начнут сказать, а у тебя там в пыли стул. Не обращайте на это внимания. Это мелочи жизни, которые вам не нужны. Я не пытаюсь учить жизни на своем канале. Я просто делюсь своим опытом жизненным. Показываю, как я живу и все. А выводы делайте сами. Но, конечно же, в большинстве случаев комментарии очень положительные люди. Выражают свои эмоции, радости. Что и очень меня мотивирует на дальнейшей съемке. Радует. Прикольно, что люди... О, ветер. Смотрите. Прикольно, что люди попробовали рецепт, например, в сердечек. Им понравилось. Говорят, гостей угостили. Вот это, я понимаю, отзыв. Польза какая-то, никакая. Что ты кому-то пользу принес, да? Да. Не то, что ты на машине заехал. Многие попадают в бан. Когда переходят на личности, приходится просто и блочить, и выкидывать. Даже с такими людьми не веду диалог. Некоторых пытаюсь еще и спасти. То есть, смотрю, человек еще не в такой ябе. Я пытаюсь с ним вести диалог. И, кстати, вот один комментарий. Макс Ригер написал. Интересный. Вот цитирую под последним видео никнейм Макс Ригер. За что, юрид, ты мне нравишься? За то, что на критику реагируешь адекватно. Не дерзишь, не оскорбляешь, а достойно отвечаешь и доносишь свою позицию. Без всякой истерики. И не в пример, как это наблюдается у некоторых других блогеров. Вот именно, я говорю. По ту сторону экрана сидят такие же люди, как и я. Поэтому я стараюсь, как бы люди не писали, отвечать адекватно. Как сказать даже, войти в положение, посочувствовать. Но если человеку бесполезно объяснять, и он переходит на личности, то, естественно, я его выкидываю в бан. Потому что нет смысла тратить свое время на каких-то балбесов. И вам не советую. А в целом, ребята, конечно же, всем спасибо за позитив, который вы оставляете в комментариях. Это очень приятно. Как я и сказал, это огромная мотивация. И также я вам хочу дать небольшое напутствие. Сегодня последний день зимы. Сейчас весна. Чтобы у вас настроение было настоящее весеннее. Добро было в вашем доме. Позитив, удача и успех. Чтобы близкие никогда не болели. И чтобы вы просто радовались жизни, как и я. Ну, на этом, ребята, в принципе, и все. Я сейчас пойду монтировать видео, чтобы побыстрее вам его выложить. Чтобы вы его посмотрели. Сейчас приедет те с тещей. Покушают тоже немножко. Семейные ценности тоже надо ценить. Общаться с родственниками. Хотя это очень редко получается. Но надо встречаться, жить и... Радоваться жизни. Точно. Еще раз. Самое главное – это радость в жизни. А радость в жизни откуда идет? Если вы просто радуетесь жизни и у вас хорошее здоровье. Больше вам ничего не надо. А на десерт у нас будет сейчас, это, по скрипту, очередной по скрипту, будет манго. Хорошенькие. Юрий как-то на днях приехал с магазина, говорит, смотри, для тебя купил специально. Сейчас будем пробовать. Вкусно, нет? По-любому вкусно.